Формирование комфортной городской среды – проект, направленный на улучшение улиц и общественных мест города. 15 июня в Десногорске стартовал новый этап реализации этой программы. Изменения, в частности, коснутся парковой зоны у здания реабилитационно-оздоровительного и досугового центра Смоленской АЭС. Территория у церкви Стефана Великопермского оборудована всем необходимым для отдыха детей и взрослых. Но так было не всегда. Ещё пару лет назад берёзовая роща имела совсем другой внешний вид. Вот это вот место, скверик этот, он ведь сквериком раньше не был, но росли деревья, стояли какие-то такие лавки, они на лавке не были похожи, такие брёвна какие-то валялись, такие перекошенные. И всё мечтала, никуда не обращалась, никуда не ходила, и вдруг мечта сбывается. Вот лавочки чудесные облагородили вот там вот это место. Сквер в 4-м микрорайоне начал меняться в 2018 году. Тогда здесь были посажены деревья и трава, проложены пешеходные дорожки и установлены именные лавочки, появился игровой комплекс для детей. Благодаря инициативе Совета руководителей и председателя Совета руководителей Павла Алексеевича Лубенского и заместителя Михаила Васильевича Лосенко, вот эта территория начала приобретать вот такой облагороженный вид. Это в первую очередь востребовано. Опросы жителей показывают о том, что территория пользуется спросом. В настоящее время эта территория вновь преображается. Оформляются новые зоны отдыха и архитектурные объекты. Каждый этап строительства отслеживается и находится под чутким наблюдением городских властей. 15 июня с очередной инспекции этот объект посетили исполняющий обязанности главы Десногорска Александр Новиков и депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. В сквере также устанавливаются дополнительные лавочки, восстанавливаются и создаются новые пешеходные дорожки, проводится освещение и видеонаблюдение. С недавних пор камеры стали обязательным атрибутом на объектах законченного строительства, потому что случаи хулиганства и порчи городских установок не прекращаются. Давайте мы будем бережно относиться к тому, что мы делаем для нас, для наших детей и для нашего города. Потому что в последнее время очень многочисленными стали акты, пускай не вандализма, но не бережного отношения к тому имуществу, которое находится. Мы должны детей воспитывать и всё-таки прививать вот это бережное отношение к нашему общему любимому городу. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе идёт процесс перепланировки и других площадок общего пользования. Благоустраивается двор в микрорайоне номер 6 и две придымовых зоны первого микрорайона.